Привет, друзья! Во всех странах мира есть у нас друзья. Наша школа «Человек будущего» — Homo futurus. Напоминаю, занимается не политикой, а помощью всем, которые находятся в стрессовых ситуациях, в критических обстоятельствах, в чрезвычайных условиях, которые находятся в состоянии паники, страха, неопределенности, которые не знают, как быть, как жить, какие решения принимать. И поэтому мы сейчас поговорим о том, как снимать вот эту панику, как снимать вот эту неопределенность, как противопоставить этой неопределенности полную определенность. А определенность у нас всегда где? В нашей природе, в нашей психике, в нашем бессознательном механизме, который помогает нам инстинктивно, когда мы помогаем в условии перенапряжения, в поисках решения, как понять ситуацию, как сориентироваться. Когда мы попадаем в ситуацию страха смерти, когда мы попадаем в условиях каких-то пограничных особых явлений, когда мы не знаем, как жить, как быть, и что с нами сейчас случится через минуту, может, через мгновение. Вы знаете, у меня есть такая фраза, что последняя бомба самая страшная. У меня афоризм такой. Поэтому, допустим, у вас позавчера была какая-то неприятность, и вы были в таком стрессе, а теперь забыли ее, и вот сейчас новая неприятность. И опять вы так же напряжены. В этом смысле метафора. Последняя бомба самая страшная. Та, которая летит именно сейчас. То есть то, что сейчас происходит. Вот сейчас нога заболела, и ты вот в страхе. А чем это кончится? Ты в неопределенности. Ты в перенапряжении. Меня попросил мой друг, он психолог, он из другой страны, и он сказал, расскажите, пожалуйста, про страх смерти, потому что я смотрю ваши ролики на Ютубе, и мне очень помогает. Мне очень помогает. Я, говорит, смотрел прошлый раз ролик ваш. Я, на самом деле, вышел из этого состояния. Я, говорит, делал волну, переживал, о чем переживается, боялся, о чем боюсь, но на фоне автоколебаний. Вот делал вот такие колебания, переживал, о чем переживается, и дирижировал, говорит, дирижировал сиреной, которая звучала где-то там далеко, потому что она пугала. Да. Я не в курсе, что там за сирена была, но мало ли что у нас в жизни бывает. Потому что, как только, говорит, я начал дирижировать, я стал дирижировать этой сиреной, я в прошлом ролике об этом говорил немножко, и как-то стал успокаиваться. Пожалуйста, сделайте ролик, как снимать страх смерти. Но это психолог, он же знает, что людям нужно, и поэтому мне это предложили. Когда-то я был в гостях у Падро Элиджио в Италии. Падро Элиджио, который создал систему Монда Икс, «Тайная жизнь», для лечения наркоманов без лекарств. И там они в общинах жили по году-два, там, значит, и мальчики, и девочки в этих общинах во всех городах Италии. И они там, на самом деле, серьезные наркоманы, они там отвыкали от наркотиков. И вот Падро Элиджио мне рассказал такую историю, я как-то упоминал об этом в одном из своих многочисленных роликов на своем YouTube-канале, что, когда, значит, друга Христа хотели повесить на крест, тоже, значит, ему сказали, «Скажи свое желание перед смертью». Он сказал, «Хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга». Ну, а вы вот кто-то знает, пожалуйста, напишите мне там комменты, а кто это был, кто так сказал. «Хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга». Я тоже хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. И поэтому, независимо от того, где вы находитесь, в какой стране, в какой религии вы адепт, какие вкусы у вас, любите вы музыку Шопена или любите Бетховена, независимо от этого, сколько вам лет. Может быть, вы мудрый, всегда власый, такой многоповидавший человек, а может быть, вы подросток, а может быть, вы девушка. А вот посмотрите на мою картину. Она висела несколько лет в моем центре на Таганке, в Москве, где 25 лет работал. И принимал людей из разных стран, и психологов, и врачей, и обучал всех. И под этой картиной мы выдавали свидетельство о прохождении курса подготовки как специалист. И сейчас ко мне многие пишут, а я сейчас смотрю, у нас YouTube-канал растет просто не по часам, не по дням, а по секунду, по секундам. И во всех у меня сетях все время люди выбавляются, потому что им это нужно, им это интересно. И кое-кто спрашивает, а как получить у вас документ, что я у вас прошел или прошла специальный курс подготовки по методу ключа, что я имею право его преподавать, помогать близким. И не только близким. Я всем говорю, слушайте, я сейчас в центре не нахожусь. Я сейчас сам по себе как автор работаю. И я только после отдельной беседы, когда с вами поговорю в WhatsApp или в Skype, о предыдущем. Могу я взять вас в ученики для того, чтобы мы с вами вместе потратили время, нервы, и целеустремленность, и многие другие условия, которые я попрошу вам рассказать о себе, кто вы, какой у вас опыт. На самом деле вы к этому стремитесь серьезно. Или так просто увидели, сразу как обычно, нажали кнопочки, а можно я у вас буду ученик. Но вы знаете, я очень серьезный человек, и у меня 4 марта будет 71 год. поэтому у меня очень большой, как говорится, дефицит времени. Большой дефицит времени. И поэтому, пока я не поговорю в точно согласованное время, я не могу сказать, да, возьмусь я, готовить вас как специалиста, или нет. А вот для личного использования берите все бесплатно, потому что я на самом деле хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Я на самом деле хочу, чтобы мы развивались и не повторяли те ошибки, которые делают обычно по молодости и делают обычно по невидению. Поэтому я много-много изучал различных источников. я изучал Анохина, я изучал Павлова, я изучал и Узнадзе, я изучал очень много и Станиславского, и Михаила Чехова, я изучал и Бутейко, я изучал и, ну, очень много йогой я занимался, я занимался и карате, и кунг-фу, ну, очень многими видами спорта. И готовил потом чемпионов мира, и готовил потом олимпийских чемпионов. Я хочу сказать, что я готовил и спецназа, я готовил людей к войнам, я готовил людей к экстремальным ситуациям, я готовил людей к выступлениям на концертах и выступлениях на собраниях. Я обучал людей снимать дневные зажимы, а вот посмотрите, обратите внимание, как я разговариваю. Я говорю в определенном ритме. Это так называемый ритм, который вызывает некое согласование психических, физиологических процессов, так сказать, соединения мыслей, эмоций и тела, процессов организма. То есть, я задаю некий такой ритм, с помощью которого, как мне пишут сейчас очень многие, вы так разговариваете, что я прямо засыпаю. Я прямо засыпаю и начал спать нормально. Раньше не мог спать, а теперь я научился. А кто-то мне еще пишет, вы так разговариваете, я ведь не могу понять, в чем дело, почему я после этого лучше себя чувствую, почему я успокаиваюсь, почему я выстрел я вам хочу напомнить, что мы не клиника, мы школы, человек будущего, хомофутуруса, который занимается развитием, развитием способностей, творческих качеств, раскрытием талантов, чтобы человек мог превращать энергию стресса, энергию этого страха, страха смерти, любого страха, например, страха ошибки, страха неопределенности, страха на самом это неопределенность неизвестности, страха потерять контроль над собой и ситуацией, это же есть тот самый страх, когда голова не работает, и ты не можешь принять правильное решение, потому что ты же по природе творец, ты хомо сапиенс, у тебя должен быть разум, у тебя должен быть разум, чтобы ты правильно оценивал ситуацию и правильно подбирал решения и делал это со скоростью инстинктов мгновенно, чтобы ты мог так делать со скоростью инстинктов, чтобы силы инстинкта могли бы стать тебе путеводной звездой, чтобы ты так быстро принимал верные решения, неординарные решения в экстремальных ситуациях, потому что я в свое время занимался обучением лиц опасных профессий, пожарных, да, или водителей скоростной езды, площадь, да, самых разных людей, вот вы обратили внимание, как я говорю, то ли сказать это монотонная речь, то ли не монотонная речь, она своеобразна, она своеобразна, это речь специалиста, который знает о чем говорит и при этом говорит это в потоке, что такое поток, поток это когда между словами очень маленький разрыв по времени, если вы сами возьмете, хотите снять у себя стресс, панику, хотите почувствовать себя увереннее, если у вас страх смерти, вы можете то же самое сделать, закройте дверь, чтобы вас никто не слышал, чтобы не подумали, что вы чокнулись, и начинайте выговаривать, 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 все, что в голову приходит, автоматически, выговаривайте, 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 как некоторые люди делают, когда они мне пишут в комментах, да, остановите вы эту войну, да, скажите своим властям, да, еще что-то такое, я хочу сказать, но я же Я не политик, я врач и психолог, я помогаю вам снять стресс, где бы вы ни находились, в какой бы стране ни находились, я хочу, чтобы вы были здоровы и любили друг друга, я хочу, чтобы мы все были здоровы и любили друг друга. А мне там выговаривают, выговаривают из какой-то страны, выговаривают. Ну, я их понимаю, я их понимаю, но я же не политик. Они разгружаются, выговаривая, потому что находятся в состоянии стресса, потому что хотят помощи, потому что хотят помочь близким, потому что они находятся под этой, например, бомбой. Они находятся в этом состоянии неопределенности, неизвестности, и они думают, может быть, мне сказать об этом, и я сейчас позвоню кому-то, и все мы вопросы решим. Я не занимаюсь политикой. Обращайтесь ко мне за помощью, если вам нужна поддержка, психологическая поддержка. Я не клиника. Я помогаю подобрать действия, которые снимают стресс автоматически. Снимают стресс автоматически, чтобы вы не грузили меня, а я чтобы мог со свободной ясной головой, творчески, с любовью, в душе, к вам, помочь вам, помочь вам выдержать все вот эти неприятности, катастрофы. Катастрофы. Мало ли какие в жизни бывают у людей катастрофы. Мало ли какие. Может быть, вы боитесь завтра на экзамене двойку получить, а может быть, вы боитесь завтра на встрече с любимым человеком, боитесь, что опять поссоритесь и останетесь один или одна. Мало ли какие катастрофы бывают. Мало ли какие бывают неожиданности. Мало ли какая неизвестность. Я почему так долго говорю, потому что меня мой друг, психолог из другой страны, мой дорогой друг, попросил, да говорите больше, потому что так хочется вас слушать. Он имел в виду не себя только, он имел в виду для всех, чтобы я это сделал. Потому что, на самом деле, когда я говорю в потоке, и когда вы выговариваетесь, выговариваетесь, говорите все, что вам приходит в голову, так это же и есть принцип. С одной стороны, принцип потока, когда речь льется, ну, как говорил Карл Карнеги, по-моему, Дэл Карнеги, говорите так, как будто затычку вытащили из бочки и полилось фонтаном. Ну, да-да-да, надо же про это знать, что говорить. Но когда у вас негативное состояние, вы когда так выговариваетесь, выговариваетесь, не выговариваетесь, вы разгружаетесь. И я разгружаюсь, потому что я чувствую, что я вам помогаю. Это дает мне силы, потому что вы мне пишите комменты. Дорогой наш доктор, дорогой наш, дорогой, 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 дорогой Когда я смотрю эти каменты, у меня волшебное зеркало, которое мне даёт силы Спасибо вам за это И поэтому я могу помогать А человек, который находится в несчастном состоянии, который выговаривается, выговаривается, выговаривается Это на самом деле поточное выговаривание, на самом деле лежит психоанализ Когда психотерапевт или психолог наводит внимание человека на его больную точку в душе, включилась и пошел поток у него. Вот и я открыл эту тайну. Я в прошлый раз как-то рассказывал в каком-то ролике, что в чем суть психоанализа. Именно в потоке. Именно в том, чтобы между фразами не было временной дистанции. Чтобы была непрерывность. Так вот эта непрерывность у нас во время выговаривания. Пожалуйста, непрерывные действия. А есть прерывные действия. Вот, например, движение есть, которое имеет начало и конец. А есть непрерывное. Это вот непрерывность, это волна. Поэтому выговаривание это волна. Поэтому, например, повторяемые действия цикличные в спорте, например, или вы когда ходите туда-сюда по комнате, или качаете ногой, или постукиваете пальцами, или чешите голову. Повторяемые действия. Они имеют некую непрерывность. Потому что в повторяемом действии, повторяемые движения, там нет начала и нет конца. Да, ты делаешь вот так, допустим, дирижируешь, дирижируешь. Там нет начала и конца. Это повторяемое какое-то действие, определенная ритмика. Видите, как я разговариваю, да? Слушивайте, слушивайтесь, да. И вы потом постепенно заметите. Тоже самый механизм, который лежал, я говорил уже как-то в одном из роликов, не только тайну психоанализа, почему он помогает, но еще и рассказывал, почему, значит, она мыла посуду и сочиняла свои детективы. Да, ну тоже напишите, кто вспомнит сейчас, то свои детективы написала «Моя посуда». Потому что повторяемые действия снимают напряжение, а тем более еще теплая вода. Повторяемые действия снимают напряжение. А зачем это нам нужно? А чтобы мы не зацикливались, не зависали. Потому что когда ты изобретаешь, или когда ты переживаешь, у тебя бывает момент такого высокого напряжения, когда ты как в компьютере невольно зависаешь, зацикливаешься. И мысль, она повторяется, повторяется, повторяется. Вы знаете, почему бывает навязчивое место? Потому что повторяемые действия снимают напряжение. Это инстинктивный механизм снятия напряжения. Но, к сожалению, иногда это такой степени бывает, что это уже и не снимает напряжение, а вообще человек больной становится. Все время ходит у него, все время. Поэтому мы и обучаем. Вот, например, волна. Повторяемые действия, колебляйтесь туда-сюда и соединяйте колебания приятные. Тут нет начала и нет конца. Соединяйте это переживание с колебаниями. И получается у вас, вот вы думаете о чем-то, волнуетесь о чем-то, переживаете о чем-то. Страх смерти. Страх смерти. Ужас. Кошмар. Кошмар. Что будет сейчас? Кошмар. Страх смерти. И в это время вот так вот качаетесь. Что сейчас будет? Ой, кошмар. Ой, кошмар. Что сейчас будет? Меня трясет это уже. Повторяемые действия снимают напряжение. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш организм пытается дрожать, дрожите. Да, да, в резонансе со своим телом. Делайте то, что организм подсказывает. Учитесь слышать себя. Слышать подсказки своего собственного тела. Подсказки тела. Тебя трясет, так ты трясись. Тебе хочется орать, так ты орите. Хочется плакать, плачь. Хочется стонать. Вот так вот делают, делают, делают. Повторяемые движения. Стонут и стонут. О-о-о. О-о-о. Стонут. А плакальщицы так делают. А потом после этого встают и молодые. Потому что природа. Даже такую трагедию. Даже вот эти плакальщицы, которые по законам природы делают вот это. Они потом освежаются, омолаживаются. Они разрушаются. Потому что они делали это в соответствии с природными процессами. И вся культура наша выстроена на этом. Танцы, танцы. Да. Народно-смеховая культура, как писал Бахтин. Да. Кто помнит Бахтина? Напишите, пожалуйста, чем он занимался. Великий Бахтин. Да. Ну вот видите, и самое интересное, что сейчас, по мере того, как вы смотрите меня, вы начинаете понимать, что грузить меня политическими вопросами смысла нет. Это просто отвлекать меня от моей действительно предназначенности. Помочь вам, помочь вашим близким и помочь всем вокруг, чтобы на самом деле и кризисов, и войн было меньше, чтобы меньше было потребностей в лекарствах, чтобы меньше было агрессии, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Да, да, да. Поэтому наша школа и вместе со мной очень много участников, достойнейших из разных стран мира. Мы соединяемся и создаем вместе науку человечности. Науку человечности, в которой, кстати говоря, метод-ключ является необходимой частью. Неприемлемой. Потому что, когда человек в стрессе, когда он в панике, когда он в страхе, когда у него страх смерти, или страх ошибки, или страх какой-то неопределенности, когда он находится в таком диком состоянии, когда теряет разум. Я помогаю вот этим методом ключ, чтобы вы подбирали себе те действия, которые вам соответствуют, лично вам, что подсказывает вам ваш организм. Я подсказываю вам то, что знают во всех методах мира. Да, да, да. И в йоге, и в йоге существуют эти принципы. И в медитации существуют эти принципы. И в спиральной гимнастике существуют эти принципы. И так далее, и так далее. Только здесь мы, учитывая, что йога создавалась тысячелетиями, учитывая, что все зависит еще и от гуру, как говорится, как он понял, как он преподнес, да вы в каком были состоянии, когда его внимали. Были выспавшиеся, или наоборот, были в хорошем учебном таком процессе, или были в тревожном состоянии, когда вы его не слышите, что он вам говорит. Вы знаете, метод ключ помогает. Когда вот вы находитесь в очень серьезном стрессе, проще и быстрее снимать это лишнее напряжение, чем все методы мира. Вы сравните потом, сравните сами. И когда вы будете сравнивать, вы многое узнаете, многое поймете. Заодно ознакомитесь с другими методами. Да, все они великолепные, все великолепные, и все зависит от того, подходит вам что-то в этот момент или нет. Метод ключ – это принцип подбора путем перебора действий, которые синхронно с вашим текущим индивидуальным состоянием, в момент их применения. Вот, например, вас сейчас трясет, что для вас будет более полезно? Потрястись. Если вы сидя или стоя встанете, например, и начнете трястись. Трястись, 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 трястись. Как-то вы стали спокойнее, потому что стали эмоционально отрешеннее, независимее, стали над этим, над этим стали, над своим страхом. И над страхом смерти то же самое. Конечно, потряслись. Откуда это у вас взялось? Не потому же, что я сказал, что повторяемые движения снимают напряжение. Не поэтому, нет. Потому что я-то это сказал, потому что так природа устроена. Так природа устроена, я заметил и сказал. Повторяемые движения снимают напряжение. На всех уровнях. От пяточки до макушки и до мыслей ваших. Когда у вас очень большое напряжение, я сказал. Это повторяемое действие, как птица в силках, бьется, никак вылететь не может, не в свободе. Это снизится напряжение, и голова освободится, и появится чувство уверенности в себе. Появится разум, открывается разум, критичность, критичность, критичность. А вот если это действие вам не подходит, допустим, вас не трясет, и трястись не собирается. Выберите другое, которое у вас подсказывается с вашим организмом, вашим телом. Вот у вас паника, страх смерти. Что подсказывает тело? Зацепенеть. Оцепенеть. Или что подсказывает ваше тело? Бежать. Побегайте на месте. Побегайте, 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 побегайте. Видите? Непрерывность. Ритм. Ритм снимает напряжение Ритм снимает напряжение Ритм снимает напряжение Побегайте на месте Или опять же подирижируйте Или поплавайте А может побоксируйте Может там побить Свои обиды, свои печали Свои страхи Побить, побить Энергия прямо хочет, хочет Побить, пожалуйста, побить Таким образом По полминутки даже Перебирая разные движения Которые, может быть, подсказывают Ваш организм, или вы придумываете Сами, или вдруг вы вспоминаете Например, вы вспоминаете Что в детстве Любили прыгать через скакалочку Прыгайте, прыгайте, прыгайте Или любили В теннис играть Или в волейбол Играйте, играйте, нет мяча А вы моделируйте Без мяча Поэтому ключ Это фантастически полезная вещь Это целый стадион Который вы носите В кармане Это целый фитнес-центр Потому что вы можете моделировать Ну, любой снаряд спортивный Можете моделировать Вот мне кто-то говорил Раньше Как-то так называлось Не помню Ну, когда сидишь И вот там какой-то снаряд И вот так вот делаешь И делаешь, делаешь И он мне говорит А знаете, я, говорит, в какой-то момент Чувствую напряжение Растет, растет, растет Растет, растет, растет А потом раз Автомат включился И напряжение упало Я сижу Я, говорит, заметил Что ваши приемы такие же Да, я говорю Ну, конечно То же самое бывает и в беге Если ты в ритм бега вошел В ритм Сразу напряжение снижается Голова ясная Ты бежишь на автомате И можешь бежать и бежать Или в плавание А в другой раз Ты не вошел в ритм бега Напряжение растет До пика напряжения И ты его преодолеваешь Из последних сил Раз, а потом раз Легко так бежишь Как говорится Второе дыхание А второе дыхание Тут ни при чем Она только подсоединяется Я рассказывал в этой случае Как бабушка одна сидела В судье Ее внуков судили И она прямо трепетала внутри Трепетала внутри О, боже мой Что же будет Что они ему присудят Моему мальчику Моему А потом вдруг Когда до пика дошло Только она раз Говорит Меня отпустило Я, говорит, сижу И меня качает И все как бы стало Пофигу Мозг так устроен Так если бы она в этот момент бежала Тоже бы Перевалила бы их напряжение И потом бежит Второе дыхание А здесь она сидела В суде Это то же самое Я поэтому Просто Понятным языком Объясняю На примерах Из рамы Из разных областей жизни Из бега Из Ну вот бабушку Рассказала сейчас На суде Разные-разные примеры Что такое Непрерывное действие Что такое Прерывное действие Что такое Оцепенение Ну и инстинктивное действие Оцепенение Вот Гуржиев тоже Обучал людей своих Он же был Еще учителем танца Да Гуржиев и Вики Учителем танцев Повторяемым движением У него танцы были Такие удивительные Да И во-вторых Оцепенением Он обучал И вы тоже Есть такое упражнение Очень хорошее Ходите туда-сюда По комнате Раз Оцепенел И отпустил Потом опять ходишь Потом раз Оцепенел И когда ты Несколько раз Делаешь это упражнение Осознанно А не тогда Когда вдруг Страх И ты оцепенел Непроизвольно Вот когда ты Осознанно Делаешь то Что ты обычно Делаешь неосознанно Ты становишься Осознанным Все приемы И упражнения Метода ключ Основаны На инстинктивных Естественных Действиях человека И его реакциях Которые он делает Непроизвольно Выходя из стрессового состояния На состояние Восстановления Или творчества Я ничего новому Не учу Я говорю то Что организм сам делает Я просто на большой статистике людей Заметил Определил И мне помогли И подсказали Мои коллеги Мои ученики Мои друзья В течение моей жизни Тоже подсказали Какие упражнения Организму легче делать Просто среднестатистические Например Хлёст Руками по спине Хлёст Которые делает человек Обычно Когда прыгает в воду А если сделать это Перед экзаменом Будет такой же эффект То есть Если ты 2-3 дня Перед экзаменом Делаешь хлёст Переживая О предстоящем Экзамене Делаешь хлёст Минуту-две То потом Когда пойдёшь На экзамен Ты успешно Его сдаёшь А другому Например Не хлёст подходит А лыжник Короче говоря Там много у меня Всяких упражнений Синхро Гимнастики По методу Саморегуляции Ключ Которые в учебнике Для 10-11 классов Профессора Матвеева В российском учебнике Да И которые во многих Моих книгах И в последних книгах Там На английском На французском Там Ну на русском Естественно Во многих книгах Ну а раньше 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 Ещё раньше У меня в книгах Синхрогимнастики Ещё не было Это уже Последние годы Синхрогимнастика Для раскрепощения Для снятия Нервно-мышленных Зажимов Для освобождения Для повышения Работоспособности Для поддержания У себя Хорошей Оральной Духовной И физической Форме В условиях Диких напряжений Чтобы вы могли Быстро Снимать стресс Вы знаете Когда вы Делаете Хлёст Например В верхушке Мёгких Сходится Расходится Это Модель Искусственного Дыхания Когда человека Вытащили из воды Его тоже Раздыхивают Руки Разводят Сводят И одновременно Здесь идёт Дритаж Шейных мышц Спазмы Снимаются И самое главное Чем отличается Синхрогимнастика От вообще Гимнастика Синхрогимнастика Там вектор Внимания На решение Проблем Которые вас Волнуют А в обычной Гимнастике На выполнение Упражнений Вот в этом Разница Это большая Новость Это всемирно Большая новость Выполняйте Любые Упражнения Берите Йогу Берите Физкультуру Берите Любую Гимнастику Если вы Возьмёте И в этот Момент Когда вы Её Выполняете Будете Думать Именно О том Что вас Волнует И в данном Случа Это делаете Для снятия Стресса И решения Своих волнующих вопросов А не для того Чтобы правильно Выполнять Упражнения Понимаете Разницу Берите Любую Йогу Любую Йогу Делайте Упражнения Йоговские И в этот Момент Отношение К этому Упражнению Как Инструмент Для лучшего Решения Ваших Проблем Вот так Настройтесь Понимаете Это От отношения Зависит То же самое Йоговское Упражнение Вдруг Превратится В инструмент Да Многоцелевого Назначения Вы сможете Даже Йоговское Упражнение Превратить В инструмент Для создания Изобретений Открытие Нового То есть Вы можете Открытие Там делать И если Вы так Правильно Подойдете К этому Действию А не Подходит Вам Для этого Данное Йоговское Упражнение Возьмите Другое Там же Большой Выбор Возьмите Какое Упражнение Вот Например Мне Мой Друг Карась Виталий Из Нижнего Новгорода Ну Доктор Карась Когда В Нижнем Новгороде Обучал Специалистов А вы знаете Как интересно Он мне сказал Вот Ты Говорит Делаешь Что У тебя Там Руки Расходятся На Автомате У Какого-то Процента Людей А это Что За Движение Это Автоматическое Движение Такое Самое Когда Вы В ритм Ходите Тоже На Автомате Бежите Вот Это Автоматическое Движение Если Вы Попробуете Сразу Получить То Вы Сразу Переходите В то Состояние Когда Напряжение Падает И Вы Вы Выходите На Состояние Легкости Все Говорят Легче Стало Да Легче Стало Так Вот Карась Мне Сказал У Вас Там Какой-то Процент А У Мне Говорит 100 Я Говорю Так Как Это У Тебе Получается А Он Говорит Просто Я До Этого Говорит У Прежнение У Кого Не Получается Что Руки Расходятся Я Говорю Сделай Пожалуйста Три Отжимания От Пола И Он Говорит Три Отжимания От Пола Делает Напрягается 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 Три Раз Десять Раз Отжался Потом Встал И У Ни Зажимов Ничего Он Только Захотел Говорит Что Руки Пошли Руки Пошли Да Молодец Карась Да Молодец Ну У У Нас Такие Друзья Видите Не Только В Нижнем Новгороде В Краснодаре В Тишиневе В Нью-Йорке В Бомбее Ну Где угодно Естественно В Киеве Естественно В Минске Где только У нас Друзей Нет Вообще Потому Что Мы же Все Любознательные Мы Любознательные Мы же Все По природе Своей Хорошие По природе Мы Хорошие Если Нас Там В детстве Не гнобили Если Нас Там Не заставляли Чему-то Плохому Не учили Агрессивного Ну Мало ли Что Бывает Отец Алкоголик Еще Что Создает У нас Проблемы Ну Насчет Того Какие Родители Ну Мало Ликого Какие Родители Ну Надо Помнить Что Если Бо Нас Б Не Б И Как Говорил Тоже Самый Падре Элиджи В Италии Когда У него Был В Он Говорил Так Не Забывайте Что До Двух Трех Лет Вам Кто-то Там Мы Да Не Забывайте У него Хорошие Фразы Были Не Забывайте Это Так Вот Кто Умывал Вас Так Вот Я Хочу Сказать Что Мы Все Люди Мы Все По Природе Хорошие И Вот Мне Недавно Задали Вопрос А Правда Ли Это Нужно Действительно Ребенку Вот Он Пережил В детстве Какие-то Стрессы И Вот Он С Психологом Работает Нужно Ли Ему Психологом С Психологом Все Эти Стрессы Детские Вспоминать И Прорабатывать Ну Я Скажу Конечно Это Так Принято Делать У Психологов Что Они Там Копаются В Этих Вот Проблемах Что Человек Испыт В Каком Детстве Там Пытается Чтобы Человек Вспомнил Это Заново Пережил Может быть Разгрузился Поменял Отношение К этому Ну Мы Например По методу Круч Этим Не занимаемся Мы Не занимаемся Этим Потому Что Когда Человек Прислушиваясь К себе Делает Либо Повторяемое Движение Например Волну Переживая О чем Переживается Страх Смерти Там Может Быть Может Быть Там Гул Какой То Вот Сейчас Вот Там Где-то Стреляют И Вот У Меня Страх Допустим Или Там Что-то Случилось Вот Свет Выключился Неожиданно Во всем Доме Выключить Темнота И у Меня Страх Как же Я Теперь Буду Работать Меня Люди Ждут В Интернете Ну По Разному Разные Причины Бывают Напряжение Так В этот Момент Когда Напряжение Надо Сразу Вспомнить Форму Чем Больше Стресс Тем Больше Сил Сразу Вспомнить Те Задачи Которые У вас Нерешенные Например У меня Картина Которую Я Должен Дописывать И Тогда Энергия Стресса Перенаправляется На решение Этих Задач Как Вайкидом Вы ее Перекинули А Если Вы ее Не Перекинули Если Вы Не Вспомнили Что За Горизонтом Вашего Состояния Что Есть Там Цели У вас Какие Глобальные Помимо Того Чтобы Выйти Из Этого Стресса Если Вы Не Вспомнили То Стресс Может Вас Поглотить Поэтому Мы Учимся Мы Учимся Когда Мы Делаем Разгрузку Вышли Из Этого Состояния Когда Нам Стало Там У нас Индикатор С Десяти До Нуля Шторма До Штиля Когда Мы Выходим На Штиль Уже Можем Подумать Спокойно Отстраненно Эмоционально Мы же На Эмоциональном Интеллект Там Сейчас Работали Вышли На Созерцательность Отрешенность Эмоциональная Дистанцированность Это Называется Разными Словами Или Состояние Нуля Называется Нулевое Состояние Когда Мысли Не Сопровождаются Эмоциями И Эмоции Успокоились И Вот Вы Вышли На Это Состояние То В этом Состоянии Вы Мечтайте Что Когда Вы Попадаете В Стресс Когда Условно Говоря Бомба Летит И Ты Не Знаешь Куда Деваться У Тебя Страх Смерти И Ты Сжался В Кому Чего Куда Ты Денешься Ты Естественно Ты Не Знаешь Что Будет Это Не Определенность Не Определенность И В этот Момент Вспомни Сразу Вспомни Сразу Вот Ты Оцепенел Инстинкт Самозащиты Инстинкт Самосохранения И Со Скоростью Этого Инстинкта Ты Сейчас Можешь Себе Развивать И Со Скоростью Этого Инстинкта Ты Можешь Это Сделать Ресурсом Для Развития Личности И Решения Других Проблем Которые У Тебя За Этим Стоят Если Ты Мгновенно Вспомнишь Вот Неприятность Страх Смерти А Ты Жас В Помочек И Вспомни Свои Задачи Которые У Тебя Есть И Ты Почувствуешь И Ты Почувствуешь И Ты Почувствуешь Что Тебе Легче Стало И Что Ты В Какой То Момент Отстранился От Ситуации И Что Потом На самом Деле Когда Ты Эти Задачи Начнешь Решать Ты Заметишь Что Как Ты Их Увереннее Решаешь Откуда Ты Взял Эту Энергию Так Ты Направил Так Вот Что Мозг Работает Ну Природный Механизм И Вот Когда Мне Кто Там Написал Очень Обидную Мне Весь Он Написал Зачем Вы Можете Нас Научить Когда Это Все В Йоге Есть Когда Это Трансовые Техники Ну Конечно Трансовые Техники А Какие Еще Техники Есть Бодрестовое Состояние В моей Новой Модели Работы Мозга Четыре Состояние Бодрестования Состояние Транса Состояние Сна Состояние Сна Сосновения И Переходное Между ними Вот это Нулевое Состояние Межественном Бодрестовое Так вот Конечно Трансовые Техники Ну И в йоге Говорит Это Есть Ну Господи Это Я Вам Рассказываю Что Йоговское Упражнение Можно Использовать Для Изобретения Для Открытия В йоге Я всех Приглашаю К этому Обсуждению Найдите Мне Пожалуйста Где Написано Что С помощью Йоги Можно Делать Изобретение Ну Да Напишите Мне Пока Вы этим Будете Заниматься Вы Разовьете Кругозор А Я Приобрету Друга Потому Что Только Почемучки Становятся Великими Потому Что Вопрос Задать Задать Себе Вопрос Это Жить Так Поразительно Важно Потому Что Мы В основном Люди Исполнители Мы Себе Вопрос Не Задаем Мы Любим Подражать Ну Так Получается Потому Что Нас Так В школе Не Учили Изобретать На Школе Учили Подражать Повторять Стараться Если Не Получается Повторять Пока Не Получится Да Сейчас Неопределенность А Мы Учим В нашей Школе Человек Будущего Хомофутурс Как Работать С Неопределенностью Как сделать Противопоставить Неопределенности Полную Определенность Я вам говорю Определенность Ваша Внутри Вас Это Те Подсказки Тела Организма Вашей Души Которые В моменты Стресса При выполнении Вами Какой-то Задачи Например Если задачи Нету А есть только Задача Выжить Вот Инстинкт Выживания Вы можете Там и умыться Этим Стрессом И разрушиться А вы Как только Стресс Как только Паника Как только Страх Страх Смерти Сразу Вспомните Свои Задачи Которые Лежат Дальше Вашего Горизонта Видения Которые Лежат Там Если Если Вы Вспомните Вы Заметите Вы Любой Стресс Преодолеваете Легче Любую Панику Преодолеваете Легче Но самое Главное Вы Развиваетесь С помощью Этой Паники Паника Становится Стресс Трамплином Для решения Ваших Задач Которые Раньше Касались Нерешаемыми Поверьте Мне Я знаю Потому что Я много Раз страдал От Паники По Разным Поводам Да 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 Я же Живой Человек Как И Вы И У У У У Господи Дай бог Чтобы У вас Этого Не Было В Отличии От Вас На Меня Очень Сильно Все Влияет Я Вот Невничаю У меня Сразу Адреналин Подскакивает И У меня Сразу Глухи Стягивают Потому что Спиной Мозг Подвержен Поврежден Поврежден Спиной Мозг Послушайте Видите А я Счастливый Я Хочу Чтобы Люди Были Здоровые И любили Друг Друг Я Вас Уверяю Преодолевая Страх Человек Становится Личностью Если В момент Страха И Паники Он Помнит Какие У него Есть Задачи Энергия Этого Страха Идет На Их Решение Оставляя Вам Ваш Автоматический Механизм Саморегуляции Выработанный Миллионами Или от поколений И Вы Выживаете Вы Выживаете Через Это И Я Вчера Тоже Выжил Благодаря Этому Потому Что Я Подумал Ведь У меня Много Раз Это Было Не Умер Ж Я На Оборот Я Встречался С Вами И Вы Меня Хвалили Вот Как оно Поэтому Друзья Когда У вас Страх Паника Страх Смерти Когда Кажется Вот Уже Нет Выхода Такого Не Бывает Без Выходных Ситуаций Все Внутри Нас Даже Попадете В Аварию Или Нет Зависит От Того Насколько У вас Естественная Реакция Зажаты Вы Или Нет Поэтому Раскрепощайтесь Снимайте Нервно Мощные Зажимы Делайте Упражнение Волна Переживая О чем Переживается Хочется Плакать Плачьте Хочется Смеяться Смеетесь Хочется В этот Момент Заснуть Спите Только Не путайте Это Одно С другим Захочется После Волны Спать Лечь Не Надо В этот Момент Заставлять Себя Идти Дрова Колодь Чтобы Ощипки Не Было Итак Я Обещал Что Я буду Долго Рассказывать Своему Другу Я Это Делаю Частью Для Него Обнимаю Тебя И Частью Как Говорится Для Всех Потому Что Он Попросил Это Сделать И Для Всех До Встречи Друзья До Завтра Друзья Друзья